Раньше, как 18-19, 20 уже рожали детей. А сейчас на первого ребенка решаются ближе к 30, говорит мама троих детей Эльвира Ганиева. Молодежь боится, что не сможет обеспечить семью. Денег нет, есть студенты и так далее, все как-то начинают волноваться. Ясельных групп не так много, так скажем, да, в садиках, поэтому... А тут появятся пособия и более спокойно будут. Семьи, кто впервые станет родителями, чей доход небольшой, с 1 января начнут получать новое ежемесячное пособие. Если доход не превысит установленной суммы. К примеру, татарстанская семья из трех человек право на выплату получит при условии, что ее общий доход не будет больше 41 тысячи рублей. Если семья обращается до исполнения ребенком 6 месяцев, то тогда начисляются суммы с момента рождения. Родился в январе ребенок, значит за полгода начисляется эта сумма. Если мама обратится позже, то выплаты будут начисляться с момента подачи заявления. Перерасчета не будет. Сумма пособия 8,5 тысяч рублей в месяц. Нужно обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства и предоставить документы. Это молодые семьи, где, например, только один член семьи работает, либо это все-таки студенческая семья. Поэтому, говоря о справке о доходах, это справка о стипендиях, стипендиях аспирантов. Пособие будет выплачиваться до полутора лет. Это делается в рамках демографической инициативы президента России. Вопрос демографии важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Сохранение народа, население, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе. Нововведения коснулись и мат-капитала. Его можно будет пустить на ежемесячное пособие, на второго ребенка. Здесь также будут учитывать доходы семьи. Какая-либо поддержка не оказывалась, она будет способствовать тому, чтобы рождаемость была выше. В этом году в татарсанских семьях родились более 18 тысяч первенцев. В следующем ожидают не меньше. Но вот воспользоваться правом на получение ежемесячного пособия смогут только 4700 семей. Их доход на человека не превышает 13 тысяч рублей в месяц. Анна Городнова, Александр Вальнов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова